Мое отношение к этой теме сформировалось, я думаю, лет в 16, когда я начал интересоваться, а потом и заниматься японской культурой. Потому что в Японии и вообще на Дальнем Востоке не такое отношение к смерти, как в западной традиции. Она все время присутствует в сознании человека, там с детьми спокойно разговаривают о смерти. От нее не шарахаются, не делают вид, что ты будешь жить вечно, и что это будет когда-то потом и вообще неправда. В самурайской идеологии человек вообще каждое утро, просыпаясь, должен был относиться к жизни так, как будто сегодняшний день последний в его жизни. Это не означало, что нужно там заматываться в саван, надевать белые тапочки и ползти на кладбище. Но это означало, что человек концентрируется каждый день на чем-то важном и не тратит эмоции на какую-то смешную и жалкую чепуху. Конечно, людей, которые на самом деле так жили и живут и в Японии немного, но это все-таки определяет какие-то основные жизненные позиции. В этом нет смерти поклонства, вовсе нет. Но в этом есть, как мне кажется, какое-то более, что ли, взрослое отношение к жизни. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...